Мы однозначно можем говорить, что Европейский Союз в нынешних условиях старается перехватить инициативы у России, при этом на момент самого конфликта было очевидно, что Европейский Союз вообще никак не участвует в урегулировании, ни в переговорах, то есть вообще в принципе ни институциональных никаких не было возможностей непонимания конфликта. В тот момент, когда в принципе контуры урегулирования обозначены в рамках заявления о перемирии от 9-10 ноября 2020 года, когда постепенно началась их имплементация, Европейский Союз подключился в этот момент, используя запрос сторон на поиск какой-то площадки, в которой можно было бы достигнуть более выгодных для себя переговорных позиций. В общем, Европейский Союз, используя в принципе контуры, которые заложены были Россией как медиатора, пытается перехватить инициативу и решить ряд вопросов. Здесь на руку Европейскому Союзу играет, как я уже сказал, ожидание и Армении, и Азербайджану о том, что в этом формате им возможно удастся какие-то более для себя выгодные возможности переговорные найти. И поэтому тут получается, что делимитация ведется при посредничестве России, хотя мирный договор и контуры урегулирования обсуждаются в Брюсселе. Пока об этом сложно говорить. Предыдущие встречи, которые проходили в Брюсселе, да, они в той или иной степени сопровождались либо встречами с Владимиром Путиным, либо какой-то другой формат. Здесь мы видим, что в принципе итоги встречи в Брюсселе прошли не настолько результативно, как это изначально заявлялось. Поэтому здесь в принципе будем смотреть за ситуацией, насколько Европейский Союз продолжит обеспечивать динамику каких-то переговоров. Потому что по нынешним договоренностям серьезной динамики нет. Ну тут сложно сказать, потому что да, в принципе официально Россия заявляет неудовольство тем, что в принципе Россия является медиатором и посредником. И благодаря России этот конфликт удалось остановить, горячую фазу конфликтов, на той стадии, на которой это остановилось. И конечно же в таких условиях переключение на другого посредника и по сути дела таким образом передача ему лавров, основного медиатора, не совсем корректна, я бы так сказал. Но вы знаете, опять же, логика развития переговорного процесса на площадке Европейского Союза изначально предполагала, что мы сейчас тут все придем и быстренько порешаем. Каждая встреча, которая проходила, она анонсировалась прорывными договоренностями, которые якобы будут достигнуты на переговорах. Вот и эта встреча не была исключением. Здесь мы видели, что пошла речь о том, что чуть ли не будут уже дедлайны выставлены по подготовке мирного договора и соответственно чуть ли не подписанию предварительного протокола образца драфта. Но итоговый результат показывает, что не все так просто. Европейский Союз порою просто, мне кажется, не до конца понимает сложность проблемы и в том, что любой мирный договор это все-таки всеобъемлющий документ. Изначально, в моем понимании, мирный договор уже должен был включать в себя и вопрос делимитации, потому что ну какой мирный договор может быть, когда нет границы, нет понимания того, где это вообще собственно граница между государствами проходит. Но было принято решение выделить делимитационную комиссию отдельно и мирный договор отдельно. И вот здесь, ну по итогам этой встречи, единственное, что по поводу мирного договора было упомянуто, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении в течение месяца встретят, чтобы обсудить проект. То есть проекты. Соответственно, процесс как минимум будет занимать определенное время для того, чтобы действительно решить и согласовать все вопросы. Это не пятиминутное дело, чтобы можно было моментально решить, а договориться и уладить все вопросы, которые топились годами.